Вернулись тренер Хал Иванович Мельник и Роман Семенишин. То есть люди, которые знают, как проходить группу, как проходить сильных соперников в четвертьфинале, в полуфинале, как вылазить с 4-1 в 5-0 в Киеве, когда мы итальянцев лупанули. Ну вот казахам проиграли, не знаю, как это правильно говорить в том финале. Просто не то, что там в прошлом году тренер был плохой или еще что-то. И Мельник, и Семенишин. Бокс, как бы, но это же не командный вид спорта. Абсолютно индивидуальный вид спорта. Сам на самом рынке. Да, все равно боксеры выходят один на один, они все равно, никто тебе не помогает. Но вот как раз Семенишин и Мельник, наверное, те люди, которые психологически могут держать ребят в течение полгода, каждый месяц, каждые три недели, и у нас сейчас каждые две недели бои, выводить на пик формы или держать в этой форме. Очень много будет, было и всегда зависит от тренеров. Я считаю, что как раз возвращение Мельника и Семенишина – это первый шаг к возвращению той команды, которой у нас было два сезона. Ту, на которую мы начали ходить, которую мы полюбили. И, фактически, ты тем самым хочешь сказать, что эта команда может дойти до тех самых позиций, которые были два года назад? Может, но тут, наверное, надо сравнивать, опять же, работу тренеров Мельника и Семенишина с работой тренеров футбольных. Нельзя поставить тренеров или вернуть тренера и поставить в первом же сезоне футболевый игрочемпионат. Тем более, ты понимаешь, что у тебя там игроки не идеальные или оптимальные на данный момент. Мельнику и Семенишину надо время. Думаю, минимум этот сезон и следующий, чтобы в третьем быть фаворитом в группе, чтобы подобрать состав. Потому что, наверное, все-таки в боксе сейчас в нашей стране идет такое смена поколения. Мы помним Олимпиаду в 2000-м, потом прошло почти 10 лет, даже больше, когда пришли наши золотые сборные. Наверное, еще должно пройти время, чтобы у нас опять появились наши таланты. Но они как бы и есть, но, наверное, не в таком числе. Вот сейчас такое время, когда идет действительно смена поколения. У нас и были, и появляются из тех составов. Коля Буценко, наверное, сейчас основной из тех, которые претендуют поехать на Олимпийские игры. Потому что сезон этот ВСБ, он важен и тем, что разыгрываются Олимпийские лицензии. Это интересный момент. Это не совсем классический Олимпийский бокс, не совсем аматорский. Но лицензии разыгрываются на Олимпийский турнир. С чем это связано? И вообще, например, что будет влиять на тих боксеров, которые команды из которых стран не представлены в области серии бокса? Ну, во-первых, и так, и были уже прецеденты. Был Сережа Деревянченко, который боксировал. Тогда еще команды украинские атаманы не было. Но уже тоже разыгрывались лицензии. Он тоже в составе выиграл всемирную серию бокса, по-моему, с итальянцами. Тоже как бы должна была быть лицензия, но не он поехал. Я не помню, это все очень сложно было. Но в этом году вроде бы все очень прозрачно. Разыгрывается, по-моему, 17 комплектов лицензий. В каком-то весе и две лицензии, то есть первое и второе место рейтинга. В каком-то весе только один человек поедет. Ну, ребята, в принципе, знают, за что они, опять же, выходят в ринг. Не только, опять же, это не только командный вид спорта. Он продолжает оставаться спортом, когда зависит все от тебя. Узбекские легионеры, которые сейчас в украинской команде, это действительно такая необходимость, что у нас такой провал по этих ваговых категориях? Чи, возможно, Узбеки просто дешевше для того, чтобы их запросить? В этом году также еще одно изменение в правилах. Нету такого, что вот просто понравился боксер, пришли, предложили контракт больше, чем другая команда. Пожалуйста, ты украинский атаман. В этом году такой драфт, как в НХЛ или в НБА. То есть нельзя просто забрать спортсмена, есть определенный драфт. Ну, вот у нас мы видели Хасенбоя Усматова, он был в прошлом году. Но это действительно плюс для нашей команды. Это очень сильный боксер. Мы его знаем и по универсиаде, и по другим аматорским серьезным турнирам. Сережа Корнеев, Белорус, в супертяжелом весе, сразу его публика полюбила. Потому что в первом же бою своем за атаманов он победил Климента Русса в Киеве. Русса вот убегал от Усика весь сезон, когда Усик там был. Не хотел повторения Олимпиады, не приезжал к нам. Там его не выставляли, а тут приехал и вот сразу. То есть те легионеры, на данный момент их четыре. Ну, действительно, двоих мы уже видели в первом бою с мексиканцами. И то, что мы видели, ребята победили, победили очень уверенно. Такие легионеры нужны. Может быть не больше там четырех-пяти человек. Все-таки пусть украинские атаманы остаются украинскими атаманами. Атаман Хасанбой. Да, просто есть там узбекские или киргизские атаманы будут. Пусть это будет отдельной командой. Мексиканцы, насколько сильной была эта команда. Это доброе, что мы начинали сами с мексиканцами. И, власне, перемога эта, вона показывает нашу силу, чи слабкость соперника. То, что там приехали не пассажиры, вообще, которые люди там, не таксисты, например, и не официанты, это факт. И то, что Вова Матвейчук проиграл, он проиграл очень сильному сопернику. Там парень 19 лет был. И правильно Слава Поначевный в эфире сказал, это готовый профессионал, пусть ему 19 лет. Очень спокойный бокс. Он знал, что делать на шаг вперед. Он, ну, нельзя сказать, что готовился к Вове Матвейчуку. Тут ты за неделю узнаешь соперника. Вот остальные, ну, насчет остальных, наверное, наши все-таки были посильнее. Ну, может быть, это был не самый сильный состав мексиканцев. Чего чекаем от британцев? Насколько это может быть небезопасной командой? С британцами уже встречались. Есть там парень, которого мы хорошо знаем, Максвелл, который два раза бедняга попадал под Васю Ломаченко. И вроде бы опять едет в Украину в эту пятницу. Он думал, что все уже. Я тоже уверен, что он едет с улыбкой, потому что, знаешь, Вася Ломаченко уже ушел в профессионала. Ну, британцы однозначно команда, которая будет цепляться и может зацепиться. Вот у нас главная задача, ну, во-первых, выиграть. Всегда стоит такая задача, всегда ее ставят тренера. Более того, я думаю, стоит задача выиграть минимум 4-1. Потому что при 4-1 получаем очки только мы, команда соперников не получает ничего. Вот если 3-2, то как бы британцы уже один балл увезут. А с нашей группой, с кубинцами, с командой России, Китай, вот новая команда, у нас очень сложная группа. Нам дома нельзя вообще ничего никому отдавать. Потому что 30-го мы уже поедем в Китай. Перелет, ты прилетаешь за неделю, но все равно Китай. Вот Вася боксировал в Китае, тоже за неделю прилетал. Он днем спал, ночью тренировался, ну, там, и отдыхал, гулял. Вот это тоже очень важно. Потому что из Китая чисто за счет смены временного пояса будет очень сложно. Поэтому дома нельзя соперникам оставлять вообще шансов. Посмотрим, кто у нас будет. Потому что тоже, ну, ребята выходят, когда в весе Васином, они все понимают, что украинских атаманов в этом весе помнят Василия Ломаченко, Дениса Беринчика. Они тогда были с Васи в одном весе. Понимаешь, что на этом фоне всегда будет сравнение. И хотелось бы еще одно вопрос, такое достаточно специфичное. Чи вдома уже по рейтингу переглядов попереднего матча с мексиканцем, насколько глядацький интерес был до цих атаманов, нового несклада? Не знаю я, какие были цифры, вот, смотрения. Единственное, что очень понравилось, это полный зал в АКО. Пусть там будет тысяча мест, 1200, по-моему. Но свободных мест вообще не было. Люди там по трое садились, стояли в проходах. Очень много лиц из мира бокса было, действительно поддерживали. Ты был у Славы на руках, Числава? Ну да, мы там менялись, кому-то уступали место постоянно. Если девушки, то кто-то стоял из нас. И тоже хочется сказать, лучше в таком зале боксировать в полном, чем в полупустом дворце спорта. И ребятам лучше, и комментаторам, да и все равно приятнее на такое смотреть. И тоже, когда выходили наши лидеры, Коля Буценко, которых хотя бы уже люди помнят, видели. Коля Буценко. Промелькалось. Да, Денис Паяцико, он капитан стал в этой команде тоже, которую люди должны вести за собой. Действительно, там по именам кричали. Слава Украине постоянно в зале была. Вот, поэтому, ну, хотелось бы, чтобы люди продолжали ходить. А рейтинги мы уже потом посмотрим.